Ягринский пляж – место отдыха и неспешных прогулок. Но эти люди предпочитают активный образ жизни. 15 команд приняли участие в турнире по пляжному волейболу в рамках спартакиады предприятий и учреждений города. Несмотря на порывистый ветер и прохладную погоду, на волейбольных площадках кипела настоящая борьба. В женской сетке участвовало 4 команды. В финал пробились старые соперницы – представительницы Сафу и Севмаша. Если бы погода нам сопутствовала, то было бы намного приятнее. Сейчас ветер очень сильные проблемы создает. Соперники тоже наши. Мы уже давно с ними соперничаем, играем. Так что знаем, кто на что способен. А вы что от финала ждете? Мы от финала тоже ждем красивой игры. Единственное, чтобы ветер нам не мешал. А так удачи и соперникам, и нам. В финале более удачливыми и мастеровитыми оказались девушки команды Сафу. Второе место – Севмаш и бронзовый Масо-1. В мужской части соревнований собралось 11 дружин. В зимний сезон участники турнира играют в классический волейбол. И несмотря на погоду, все были рады новым баталиям на свежем воздухе. Песок – это совсем другое уже ощущение после спортзала. Начинаешь привыкать. Ну, нормально, хорошо. Тренировались? Да, перед этим, конечно, пару раз встречались. Погода, правда, у нас не очень радует. Поэтому выбирали такие моменты солнечные и без ветра. Тут у нас, конечно, не повезло. А так приспосабливаемся ко всему. Большинство ровных команд, парочка, может, посильнее, кто, я думаю, состроитель, как обычно. Условия не для пляжного волейбола. Но играть надо. Посмотрим, как получится. У мужчин первое место за опытным дуэтом из «Массо-1» строитель Владимиром Павловым и Сергеем Поповым. На второй строчке севмашевцы Александр Бабкин и Михаил Старыгин. Бронза за волейболистами команды «Звездочка-ремикс». В общем зачете спартакиады предприятий и учреждений. Первое место за севмашем, вторые «Сафу» и третье «Массо-строитель». Константин Мухин, Александр Осеньков, Вестник Северодвинска. Константин Мухин, Александр Бабкин, Александр Бабкин.